Итак, игра. Тоже в школе такая есть, только другая чуть-чуть. Прекрасно. Ты уже умеешь играть в неё? Нет, поэтому не умею. Кен и Кен. Там две? Да, в каждом игру. Да, карточки. Нужно угадывать, будет персонажа. Тихонько, тихонько. Да, Дианка. Дианка, аккуратно, не трогай. Подожди, не трогай. Тут нужно будет такие значки развести. Тут правило. Настя, подожди, ну зачем ты это делаешь? Да, нужно. Такие два игрового фоли. Карточки вставляются. И методом исключения ты должен угадать, кто у противника. У твоего оппонента. Угадать персонажа. Вот такие прикольные карточки. Красные и синие. Красные и синие. Ты ставишь сюда все вот эти вот персонажи. И тебе потом один попадается персонаж. Его ты ставишь сюда. И потом угадываешь. Вот сюда поставишь персонажа. Это твой и твой оппонент должен его угадать. Кто там у тебя? У нас будет такая. Это для красного поля, а это для синего поля. Нужно их сюда повставлять. Сейчас мы этим и займемся. Они вставляются сюда в окошки. Вот так. И вот эти вот все нужно как следует заполнить. Вот так это выглядит. Теперь нам нужно сделать то же самое для синей планшетки. Два игрока садятся друг напротив друга и тянут карточки. Допустим, если ей попадается Лаура, то я должен угадать Лауру. То есть я задаю наводящие вопросы. У нее есть шапка? Нет шапки. Значит, мы всех, кто в шапке, просто опускаем. Вот. Допустим, она там белая? Нет, она не белая. Поэтому я всех белых людей опускаю. Не белая. Не белая, не белая. Не белая. И потом угадывается. И каждый ходит по очереди. До тех пор, пока не угадает. Поняла правила? И ты поняла правила? Зай! И ты поняла правила? Зай где-то там лежала. И тут... Сколько ты выиграл? Один раз, два, три, четыре, пять. Карточка ставится сюда. Сыграем? Насть. Да? Твои синие? Ты хочешь синее быть? Да. На. Сейчас сыграем. Буду подсказывать, если что, что делать. Папа не видит. Папа не видит. Папа не видит. Давай. Сейчас мы вам тут... Правила мы не читали. В принципе тут... Я в детстве играл в эту игру, поэтому так теоретически помню. Может какие-то есть нюансы, количество вопросов, которые можно спрашивать, что нельзя спрашивать. Нужно поискать перевод, потому что здесь на испанско. Просто одну папа вытаскивает и одну ты себе вытаскиваешь. Апача. Только ты не показывай, папа. Угу. Сюда ставится. Тут. Тут. Ну, Настя, другую не надо. Папа же должен угадать. Я должен угадать имя. Давай другого. Только ты мне не говори. Я же говорю, папе нельзя говорить. Я просто прочитаю. Хорошо. Больше не читай. У папы же есть надпись, он поймет сразу кто это. Потом почитаешь. Хорошо? Угу. Так, папа должен угадывать. Так, ну ты первая. Ты первая. Ты должна угадать, кто у папы. Да. Только не имя говори, а, например, особые приметы. Например, ну, я думаю, нельзя сразу говорить, это мужчина или женщина, потому что сразу половина карточек откуда. Ну да, уйдет, может. Типа, это человек в очках. Кожа. 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 Светлая или темная. Не, может не так. Давайте правила почитать. Надо немножко, ну, переформулировать. Мы так играем в школе. Да. Ну да, типа. У них типа есть. Да, то есть. Нужно вопрос, а не светлая, чтобы ответ был да или нет. Типа, кожа светлая или темная. У него темная кожа? Мама. Если папа говорит да, значит темная. Если папа говорит нет, значит светлая. Например, твой персонаж носит очки. Да, да, да. И ты отвечаешь да или нет. Да или нет просто. Чтобы было сложнее, не спрашивая это мужчина или женщина. Да, да, да. Нельзя. Просто персонаж. Темная, Настя. Темная кожа. То есть, да. Ты правильно ответила. Значит, что нужно сделать? Закрыть все без. Да. Вот так вот. Теперь моя очередь. У вашего персонажа длинные волосы? Нет. Нет? Короткие, значит, да? Значит, все с длинными волосами. Пока. У этого персонажа белые волосы. Белые, да. Ну, ну, оставляй белые. Тогда убирай у кого не белые волосы. Сразу будет легче. Так, теперь я. У вас есть накидка на волосы? Нет. Шапкой накидки нету. Угу. У твоего персонажа есть очки или нет? Нету. Давай убирай кого-то с очками. Так, а у твоего персонажа есть на волосах цветное? Нет. Нету, да? Чупчика нету цветного. Так. Хорошо. У твоего персонажа есть сережки? Да. Ну, оп. Кто у тебя? Подожди. Вы же ход потратили. Теперь я. У меня одна попытка из всех угадать. Это Джо. Это Джо? Не угадал. Ну, а у тебя Кармен. Да. У меня Кармен. А у вас кто был? Почти угадал. Как его зовут? Хабе. Хабе, да? Да. Это Джордан. А где он? А, так я же спросил, у вас есть цветное? Ну, Настя его. Настя, я не посчитал, что это цветное. Это белое. Ну, это, я бы его угадал. Я же специально на него и смотрел. Это нечестно. Нечестно. Я спросил специально. Вот он был на волосах. А он не цветной. Цветной. Это разноцветный. Это как цвет волос. Ну, цвет цветной на волосах. А если ты спросил, покрашен ли его? Какой-то такой цвет. Нет, вот, я его специально хотел. Поставай мне вопросы задавать. ладно ладно такое покрашен ли чубчик ну да неправильно наверно сформулирую еще давай перемешай перемешать давай теперь ты задавай вопрос но у нас то что ты что ну давай буду я играть тогда не хочешь я написала давайте начинайте вы выиграли а у вашего персонажа седые волосы прекрасно как это не на стежи ты снова ай-яй-яй белая до себе это белая так теперь ты спрашивай у твоего персонажа есть серьёзки? нету а у вашего персонажа есть очки? да прекрасно ай-яй считай что выброшу а у твоего персонажа с печеньем нельзя сюда положи печенье тогда можно есть волосы бурые какие? бурые волосы бурых нету а у вашего персонажа есть борода? да давай задавай вопросы а у вашего персонажа есть? нету а у ваш это ау у нас тоже ау да это ваш ау потому что папа его угадывает я что гадываю тебе нужно угадать кто у папы я бы играл вот один 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 только ты неправильно разместил у меня был лево что седые волосы да седые волосы нет вы не спросили но Редактор субтитров А.Семкин